Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители Карторо. Давайте вызовем вашего партнера на разговор, чтобы он рассказал нам, как он анализирует свое поведение с вами. То есть заламывает ли он руки или думает, что он ведет себя правильно и нормально и так далее. Пошла такую интересную информацию, хочу с вами поделиться, почему в нашей стране мужчины ведут себя вот так своеобразно. Хотя я могу провести аналогию, они ведут себя своеобразно во всем мире. Сейчас воспитанием мужчин в основном занимаются женщины, поэтому женщина не может вырастить мужчину с большой буквы. То есть мы их охраняем, оберегаем, холим, лелеем, ругаем в детстве девочек, которых обижают. В результате мы выращиваем не мальчиков, а какие-то тепличные растения. Поэтому ждать от них каких-то подвигов, чтобы они брали ответственность на себя, ну практически не приходится. Итак, как он анализирует свое поведение к вам? Давайте смотреть. Ну вообще, вы знаете, он хитрит, мудрит, обманывает вас по поводу того, что он на вас женится и держит вас на расстоянии, да? То есть человек играет в любовь, морковь и будущую свадьбу и детей. То есть все, что он вам обещает, он прекрасно понимает, что он проявляет хитрость и вас обманывает, да? Он это ясно, четко осознает. Ему нужна обмен информацией и ему нужна, знаете, вот адреналин в отношениях, чтобы вы скандалили, ссорились и так далее. И ему нужно постоянное общение, да, подпитка энергетики. Все время разговоры о деньгах. Постоянно, да? То есть хитрый, продуманный такой, вся семья такая, как бы, все время, знаете, выводит вас на конфликт, выпрашивая у вас деньги. При этом, знаете, вот он такой щенячий взгляд, верный, надежный, внутри очень властный, очень властный, да? То есть он думает, что он над вами держит власть тем, что держит вас около себя, вот этими эмоциями, да? Как бы испытывает он к вам платоническую любовь. Наблюдает со страхом за вами. Последнее время, последние месяцы его желания как-то с вами договориться. И не просто договориться, а здесь, знаете, здесь хочется конфликтов, ссор, чтобы вы его кусали, как-то его, не знаю, там, ревновали и так далее. И при этом он вас держит на расстоянии, да? То есть и он, знаете, как абьюзер вам говорит, ты меня, дорогая, не понимаешь, да? Ты не хочешь меня понять, ты не выполняешь какие-то там требования. Ну, то есть человек-абьюзер, который все время вас в чем-то обвиняет. Сейчас он думает о том, что кто-то вас украл. И не только вас украл, а украли адреналин, конфликты, ссоры. То есть вы к нему охладели, не даете ему эмоций. Он хочет это все вернуть. Он хочет встречу. Он хочет получить шанс на встречу. И он готов тут ждать, да? Или кормить очередной раз вас завтраками, что давай встретимся. Вот только ты виновата в том, что мы до сих пор не встретились. Он вас постоянно зеркалит. При этом, знаете, он прилип к вам намного больше, чем вы. Вы легко уходите от переписки. Она вас уже раздражает, эта переписка. А он привязался. Ему страшно. Он боится потерять человека, с которым ему было комфортно. Вы сейчас его будете делать марионеткой в собственных руках. То есть пока он сидит в иллюзиях, фантазиях, как-то там на вас охотится, да? О чем-то мечтает. Вы тут что-то над ним работаете. Так, человек эгоцентрист. Любит себя любимого и только себя любимого. И он любит свое ощущение около вас. Так, смотрите. Он ощущает, что он реально любит вас. Что вы королева в его глазах. Он испытывает сумасшедшую ревность, но при этом бездействует. И еще раз бездействует, да? Ему нужны яркие отношения. Он хочет смотреть какие-то яркие сны. А вы дерзкая, резкая, с холодным разумом и с четким пониманием, что вы хотите. Так, смотрите. Тот ритуал, который вы будете заказывать или уже заказывали, он двигается, да? То есть он как бы набирает силу. И ритуал как бы здесь или ритуал вуду, или ритуал черной магии, как бы, да? И это связано с вашим последним конфликтом и скандалом. То есть вы в принципе делаете для того, чтобы отношения возродились из пепла, да? Вам нужен кто-то помощник от высших сил. Партнер ваш проявляет эгоцентризм и у него все разговоры о деньгах. Он знает, что вы раздражаетесь, когда он у вас просит денег, что вы беситесь, когда он просит денег, что вы блокируете, когда он просит денег, что вы не уважаете мужчин, который просит деньги и все равно об этом говорит, чтобы получить свой адреналин. То есть как-то ваше отношение держится вот на этой веревочке. Очень нервничает, переживает. Вы для него непредсказуемо. И ваше расставание непредсказуемо, что приводит к его большому разочарованию. То есть ваше решение уйти к другому мужчине для него неожиданно. То есть все его попытки сделать то, что он хочет, оказались бесплодными. У него как крышу сносит на почве того, что как так. Причувствие разрушения у него, причувствие обиды. Он, знаете, надеется, что вы все-таки пообижаетесь, вылезете и выберете его, любимого такого одного. Потому что он так полел паутину, так морочил вам голову, да. Прямо на таких задних лапках, что сейчас он бесится, что вы его на кого-то променяли. Причем так сильно бесится. И вы еще так хорошо закрылись от него, да, как бы ничего не объясняя. Так. С очень удачной семьей, с комфортной семьей, с обеспеченной семьей. Все у человека есть. Человек развлекается с вами в интернете. Ему нужны тайные общения, тайные разговоры, тайна вот эта. То есть вы такая тайная женщина, которую он ни к кому не показывает, по причине того, что он с вами ничего серьезного не планирует. При этом вы красотка, при этом он к вам прибывк, при этом есть любовь, и знаете, и вы такая сексуальная звезда прямо для него. Какому-то мужчине он очень завидит, который рядом с вами. И получается нигде за вами наблюдать. Все перекрыли ему. У него должен выбор встать, чтобы на вас жениться, чтобы вас к себе вернуть. Это будет только через магию Вуду. Так, он действительно будет около вас как привязанный стоять. Но здесь, знаете, через какие-то все время препятствия будут идти. То есть шаг-препятствие, шаг-препятствие. То есть он будет пытаться к вам двигаться, а вы будете прямо вот закрываться от него. Он уже будет доходить до агрессии такой, что вы настолько холодны, что ему придется вылезти первым, не показывая свое состояние, да, попытаться открыть дороги к вам. А вы будете молчать дальше. Выбор он сделает такой, он попытается вам отправить какой-то подарок с любовью. Но это будет какая-то очередная игра. Мужчина настолько жаден, что он может только провоцировать какие-то подарки или какие-то чувства. Так, смотрите. Длительное время, общаясь с вами, он получал конфликтную ситуацию, что приводило его к трансформации. Сейчас этого ничего нет. Втайне очень жаден, очень болезненно воспринимает вот эту вот новую, как бы вашу игру, да. Очень болезненно воспринимает, что ваши деньги куда-то могли уйти от него. Здесь человек настолько вот проходит тяжелую трансформацию через, знаете, через бездействия какие-то, которые ему даются очень тяжело. То есть отношения длительные, долгие. Он не может их разорвать. Ему мешают вот эти какие-то кандалы, да. И вот это вот соперничество какое-то небольшое, да, то есть появление соперника, оно для него как удар среди вот ясного неба, да, что опять придется работать. То есть он работал, работал над отношениями, и кто-то вас увел. А начинать с кем-то новым, это надо еще тратить время на работу. То есть ему сейчас будет очень сложно, трудно, и он пытается проанализировать, где он этот момент упустил и как его вернуть, причем бездействием, да. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.